Всем привет! Рада видеть вас на своем канале. Хочу сегодня поделиться с вами покупочками уходовых средств. Если вам интересно, конечно, такое видео, то я хочу начать с трех вот таких вот средств. Это у нас Невская косметика. Я как-то давно уже смотрела видео одной девушки, которая рассказывала про эту косметику. И она очень ее хвалила. И сейчас я вам расскажу, что это за средства. Первый крем это крем для ног подорожниковый с глицерином и экстрактом подорожника. Питательный. Выглядит тюбик вот так вот. Я им уже пользуюсь. Крем неплохой, но он для меня легкий. И я люблю больше в холодное время года такие крема, которые намного больше питательны. Я думала этот крем оставить на лето, либо, может быть, на весну. Но этот крем по сроку годности, в общем, до конца года этого только. И приходится использовать его сейчас. Сам тюбик идет жестяной. Это мне, конечно, не очень нравится. Но я им пользуюсь. Довольно-таки неплохой. Хорошо смягчает ножки. Я этот крем применяю на пяточки, в общем, на ступни. И довольно-таки неплохо пользуюсь им. Но, честно вам скажу, наверное, больше не куплю. Может быть, поищу что-то. Крем – это крем для лица, для сухой, нормальной кожи, питательный. Спермоцетовый написано. В общем, содержит ланолин и оливковое масло. Этот крем очень-очень жирный для меня. Для сухой кожи я его могу посоветовать. Хотя здесь заявлено, что этот крем можно использовать зимой, на утро, за полчаса до выхода на улицу. Но для меня это будет слишком. Все равно кожа у меня будет жирная. Потому что на ночь я его наносила. И когда утром проснулась, то у меня получилось так, что кожа жирная осталась все равно. Крем до конца не впитался. И мне его пришлось смывать. Хотя я наносила очень-очень малое количество на лицо. Тюбик выглядит вот так. Вот эти тюбики идут такие вот мягкие. Мягкая упаковка, они не жестяные. Здесь 40 мл. Я могу посоветовать для даже очень сухой кожи. На день использовать. Это, наверное, будет самое то. Но я буду все равно зимой использовать его на ночь. Либо, может быть, даже попробую с утра его как-то использовать. Но мне кажется, навряд ли он мне подойдет. У меня жирная кожа. И для меня это будет совсем через чу. Но крем неплохой. Так что для сухой кожи я могу. Еще один крем, который я приобрела. Это также крем для лица. Увлажняющий для сухой чувствительной кожи. Гранатовый. Содержит экстракт граната и депантенол. От себя хочу сказать, что мне этот крем очень понравился. Из всех остальных, которые я пробовала, я этот очень полюбила. Мне он очень нравится. Упаковка такая же, тоже мягенькая. Здесь тоже 40 миллилитров. И он такой легкий. У него текстура, можно даже сказать, такого геля, что ли. Легкая текстура. Мне это очень нравится. Но при этом он увлажняет мою кожу. И я целый день хожу. У меня никакого раздражения. Никакого зуда. В общем, я в восторге от этого крема. Еще знаю, есть у них для лета крем огуречный, по-моему, если я не ошибаюсь. С каким-то матирующим эффектом. Я тоже хочу его приобрести и попробовать. Думаю, останусь в восторге. Потому что этот крем мне понравился. Хотя он заявлен тоже для сухой кожи. Я на зиму приобретаю всегда какие-нибудь крема для сухой кожи. Потому что в кремах для жирной кожи мне не всегда достаточно того увлажнения, которое там есть. И этим кремом я довольна. Так что могу посоветовать не для очень сухой кожи. Может быть, для нормальной кожи. Вот в такой вот холодный период. Для нормальной кожи, для жирной кожи. Для сухой, мне кажется, он легкий. Еще я приобрела вот такой вот крем Бора Плюс. Видела обзоры некоторых девочек на этот крем. Они бывают разные. Но многие их советуют. И в аптеках я их часто вижу. Мне было интересно, что это за крем такой. В общем, как здесь заявлено, что это какая-то новая марка, новая фирма, которая выпускает крема универсальные, которые можно использовать на лицо, на какие-то сухие участки тела, на какие-то раздраженные участки тела, на даже какие-то ссадины, синяки. В общем, на все, что угодно. И производитель заявляет, что эти крема идут чисто из натуральных экстрактов каких-то, травяных экстрактов. Почитав состав, здесь он на английском, но какие-то слова там не очень натуральные. Мне показались, если вы хотите, обратите внимание именно на состав. И поймете, что здесь не очень все так хорошо, как они пишут. Но я все равно приобрела. Мне было интересно. Здесь у меня идет, по-моему, классический какой-то фирма Химани. Здесь такая тоже мягкая упаковка. И у нас здесь 25 мл. Есть, конечно, объем немножко побольше, но я взяла для пробы маленький объем. Что хочу сказать. Я, когда его приобрела, сначала хотела использовать его для каких-то там целей, там для лица, может быть, там для зоны декольте, для рук, к примеру. Я была очень разочарована, потому что он настолько жир. Может быть, это этот вариант, только такой жирный. Я хочу попробовать еще что-нибудь другое. Но этот именно очень жирный, очень плотный. У него очень плотная текстура. Он разносится очень тяжело. Он очень долго впитывает. Очень хороший вариант для того, чтобы мазать пяточки, там ступни, одевать носочки и ложиться спать. Тогда пятки очень мягкие, если применять это средство каждый день. Производитель сам советует, что лучше использовать каждый день. Тогда кожа будет бархатная, кожа будет напитанная, увлажненная и без каких-либо раздражений, повреждений. В общем, даже с мозолями борется это средство. Поэтому я советую, попробуйте, присмотритесь. Даже для детей можно использовать против поднички, там, какой-нибудь, против какого-то раздражения. Крем универсальный. Можно использовать кому как угодно. Я даже думаю, для очень сухой кожи на лицо можно использовать в малых количествах. Это кому как нравится, но я могу посоветовать. Обратите внимание в аптеках и приобретите попробую. Я приобрела вот такой вот спонж. Это спонж для лица. Он у меня уже давненько. Я уже собираюсь менять его. Приобрела его для лица, потому что, ну, понятное дело, насмотрелось видео. В общем, мне было интересно. Не хотелось покупать, там, какие-то за бодишоп, я не знаю, там, еще какие-нибудь. Потому что для меня, мне кажется, будет это сильно травматично. У них немножко такая вот, я их щупала. И у них такая вот сама мочалка идет, довольно-таки жесткая для меня. Хотя у меня жирная кожа. И было бы желательно пожестче какую-нибудь мочалочку для лица, какой-нибудь спонж. Но я не решилась. Сейчас вот этот спонжик я уже им пользуюсь где-то месяца два, наверное. И он для меня, конечно, уже никакой. Но, может быть, это свойство его, потому что я им пользуюсь каждый день. И на день два раза. И он, может быть, просто уже такой сам по себе мягкий, что я его на лице не особо ощущаю. Но когда я первый раз его приобрела, я была просто в шоке. Обычная мочалка какая-то, которая трет мое лицо. В общем, суперская вещь. Советую, даже дешевый приобретите. Кто не пользовался, кто не знает, что это такое, я советую. И хотя бы попробуйте, что это, если вы не знаете. Вот как я, к примеру, там, все время неверующая. Я никому не верю, мне ничего не нужно. Но, в общем, бывает у меня такое находит. Я могу приобрести, попробовать и потом молиться на это средство. Вот, в общем, суперская вещь. Мне нравится. Я не была салициловую кислоту, опять же. Потому что моя подходит к концу. Тоже 1% взяла. В общем, стоит она 2 гривны. Я довольна, мне нравится. Здесь 40 мл хватает мне на полмесяца. Еще приобрела такой вот мягкий лосьон для снятия макияжа с век. Я уже его показывала от чистой линии. Приобрела я его на работу. Вот, пользуюсь на работе. Мне нравится. Я им довольна. На работу ничего такого дорогого не хочется покупать. Бюджетное средство. Смывает макияж. Больше мягкий. Я приобрела шампунь от L'Apétit Merseillez, если я правильно произношу. У меня яблоко и олива. Укрепляет волосы. Для нормальных волос. Я попользовалась этой шампунью. Мне не понравилось. Мои волосы жирные на следующий день. Но у меня такое ощущение, что шампунь это не вымывает до конца мои волосы. И я ею не пользуюсь. Этой шампунью отдала парню. Парень пользуется. Ему нравится. Запахи у них очень офигенные. Ну, не подошел. Не знаю. Будем покупать еще или нет. Ну, я не советую для жирных волос. Эту марку вообще не советую. Вот такое вот масло. Репейное масло. Стимулирующее рост волос. С красным перцем. Я, конечно, уже дома увидела, что с красным перцем. Я хотела просто репейное масло. Стоит 12 гривен. Делала уже с ним маски. В общем, мне понравилось. Все классно. Но тоже смывается тяжело, конечно. Не с первого раза. Я об этом не знала, конечно же. Это первое мое репейное масло, которым я пользуюсь. Поэтому вот приобрела, пользуюсь довольно. Покупала в аптеке. Так что вот кто еще не купил, купите, попробуйте. Делайте масочки. Здесь, кстати, стимулирует рост волос. Пока еще не заметила. Пока я пользуюсь где-то недели две только. И закончится баночка. В пустых баночках уже вам расскажу.